Китайская компания Giri представила европейцам в Берлине первую модель нового автомобильного бренда VIN ENCO. Первая модель нового автомобильного бренда VIN ENCO с цифровым индексом 01 создана на базе инжиниринга и дизайна шведской компании Volvo, владельцем которой сегодня является китайский концерт Giri. Машина создана на новой платформе Volvo, на которой также создан кроссовер Volvo XC40 нового поколения, премьера которого состоится весной будущего года в Женихе. А над дизайном машины работала международная команда во главе шеф-дизайнером Volvo господином Питером Корбеттом. Представляя новинку, директор Китайско-Европейского центра автомобильных технологий господин Нес Фагерхак заявил, что первый кроссовер VIN ENCO является самостоятельной моделью и не похожей на одной из моделей Volvo или Giri, так как перед дизайнерами была подставлена задача создать машину для технически образованных молодых людей, свободно владеющих всеми современными электронными технологиями. Поэтому при разработке дизайна кроссовера RIN ENCO Питер Хорберес со своей командой старался говорить с будущими покупателями на их языке. В итоге внешний дизайн и интерьер в салонах кроссовера получились весьма интересными, хотя на мой взгляд в общей стилистике есть легкое влияние дизайна автомобилей марки Porsche. Любопытно, но представляет кроссовер RIN ENCO в Готтбурге, штаб-квартире компании «Бурьба». Руководители RIN ENCO заявили, что кроссовер будет оснащаться исключительно гибридной силовой установкой. Однако уже в Берлине было заявлено, что кроссовер будет оснащаться как бензиновыми, так и дизельными моторами объемами от 1,5 до 2 литров с двумя вариантами трансмиссии, либо 6-скоростной механикой, либо 7-диапазоном робота. Вариата привода будет также два – передний и полный. Чуть позже кроссовер получит гибридную силовую установку, а также полностью электрическую версию. Учитывая, что покупатели, на которых рассчитан новый кроссовер RIN ENCO, не ходят по автосалонам, а сидят в интернете, то и продаваться кроссовер будет исключительно через интернет. Собирать машину буду в Китае, соответственно, и первыми смогут купить новый кроссовер жители Подниместы уже в середине будущего года. Ну а в Европу машину я начну поставлять только в 2018 году. Продолжение следует... Продолжение следует...